Террамобил. Нефтекамск. Янаульская 1А. Телефон 2-36-88. Марат Хабибуллин никогда не был профессиональным футболистом. Пристрастился к этому виду спорта лишь в 2009-м. С тех пор и выступает на различных соревнованиях за свое предприятие. Сейчас вынужден пропускать тигра из-за травмы, однако даже в такой момент регулярно приходит болеть за свою команду. Не забывает при этом взять с собой дочку. Он верит, что нефтекамские футболисты могут преподнести сюрпризы горожанам и не только. Спорт, дети в первую очередь. Даже прошедший чемпионат Европы показал, что у нас надо искать таланты. Может быть в нашем маленьком городе есть тот талант, который может выстрелить в определенное время и где-то на каком-то чемпионате. Болеет Марат за одну из команд, которые играют в городском чемпионате. Всего же за местный кубок борются 13 претендентов со всего Северо-Запада Республики. Есть команда из Дюртюлей, Амзик, Калтасов и, разумеется, из Нефтекамска. Причем местный футбол представляют весьма разные команды. Большинство играет за свои организации завода, нефтяные предприятия или даже юридические конторы. Многим из игроков уже за 30. Во-первых, мне очень это сильно нравится. Во-вторых, эмоции оставляешь на поле, не несешь семью, все выкидываешь. Сброшь эмоции, скорее всего. Я хочу поддерживать себя в форме. Мне нравится эта игра, с детства я играю. Мы играли в футбол во дворе, резиновый мяч пинали. Сейчас есть мячи, дают играть, есть возможности. Почему нет? Вот участвуем. Особняком среди взрослых держится нефтекамская команда «Юность». В ее составе парни по 14-16 лет. Все они воспитанники местной детско-юношеской спортивной школы. От интервью пока отказываются и о себе практически ничего не рассказывают. Зато за них говорит счет в играх. К примеру, на наших глазах они обыграли взрослых соперников со счетом 5-2. Так что уже сейчас они заслуживают похвалы от взрослых соперников. Это уже не мальчишки, это мужики. Им уже по 14 лет, там многие постарше. Они очень хорошо себя показали, молодцы, как настоящие мужчины. Что касается сборной города Нефтекамска, которая представляла бы город на республиканском чемпионате, ее на данный момент нет. Бывшие на слуху команды «Арсенал» и «Нефтекамск» канули в лету, а местные специалисты пока растят им смену. Проблема в том, что вот эти мальчики, которые в данный момент играют на чемпионате города, они еще не доросли до того возраста, когда можно играть на чемпионате Башкирии. А старшие уже выросли и не вернулись? А старшие, которым уже по 35, по 33, у них семьи, дети. Ну, другие как бы немножко задачи и другие приоритеты. Но они любят футбол. В распоряжении местных футболистов на сегодняшний день одно основное поле на стадионе «Торос». Играть на нем можно исключительно в летний период. Спортсмены надеются на скорейшее открытие поля с искусственным покрытием. Это позволит увеличить время игр и тренировок еще на пару месяцев. А значит, повлияет и на весь уровень игры «Нефтекамцев». Пока же горожанам остается только верить в будущее местного футбола. Лариса Миронова, Дмитрий Кузнецов. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова